привет друзья меня зовут саша жучкина и практически год назад я снимал выпуск он называется желтое рабство там я целый день провел на работе вместе с доставщиком яндекс еды его зовут санек и показал как устроена вся работа изнутри ну а буквально пару дней назад мне написал в контакте паша он работает в яндекс лавке и он предложил провести с ним целый день на его работе и он с удовольствием расскажет как устроена работа в яндекс лавке в общем сколько они получают как они там питаются как устроен склад в общем вся работа яндекс лавке изнутри и конечно друзья в конце паша об этом пока еще не знает но я очень круто прокачаю его жизнь скажу заранее что такой прокачки на этом канале еще ни разу не было меня зовут александр жучкин с вас максимальная поддержка погнали на работу салют привет привет я пошел это очень приятно ну чё давай расскажи как проходит твой день с чего он начинается и чем мы сейчас будем делать принципе начинается день вот так вот то есть я вот стою и мы сейчас идем в лавку сейчас будем открывать смену вот вы вот типа вот нас нет вот я круче с 12 до 18 это твоя смена да ты поставил смены дать смена на сегодня сейчас мы идем к лавке я давлю то что я в лавке и смена у меня начнется можно сказать мы сейчас опаздываем на самом деле потому что уже 12 05 но это не сильно важно нам вон там вот за то что там мы опаздываем какие-то штрафы или санкции те будут применены да ну это не штрафы вежливо так назвали корректировкой вознаграждения ну там рубля 2 что ли в минуту там за опоздание на 20 минут там может два с половиной тип там но рублей 50 снимают те ситуации где-то опаздываешь больше чем на полчаса у тебя автоматически снимается эта смена и у тебя выходит штраф на что-то там 150 рублей за каждый поставленный час твой то есть у тебя стояла допустим 6 часовая смена но рублей 800 где-то вот у тебя сниму ну потому что ты опоздал потом нарушил но я не знаю я опоздал свой лишь однажды ты опоздал сегодня и это именно тот случай первый раз я в смысле я опаздываю постоянно там на 10 минут на на 20 потому что ну снимут 50 рублей ну ладно чем отличается яндекс еда от яндекс лавки вот именно для доставщика в отличие от еды нам здесь предоставляют велосипеды то есть в начале смены тебе его выдают потом ты его в конце смены сдаешь тебя не разбрасывает по районам там кто-то рассказывать то что они стартуют там в купчино заканчивают на вальскину потому что их сначала в один ресторан потом еще дальше кидают потом еще дальше лавки вот этого нет вот ты вот в каком месте ты начал в таком месте ты и закончил выдача мне кажется она быстрее чем в ресторане происходит потому что но ведь это же надо еще готовить там все дела а здесь у тебя как бы там стоит склад где стоят подавчики ты туда заходишь и там специальные люди ну как в масках печатных и ты собираешь просто пакет такой что ли с продуктами вот в сумку его кидаешь и едешь еще что здорово это что в моменты где заказов у тебя нет ты можешь типа там сесть чайок можешь заварить себе я летом вот где не было заказов я на боровой работал я проходил с ноутбуком учился вот может почти в возле лавки то есть ты включаешь геолокацию что вы видели где то есть вот яндекс лавка но по факту мы с другой стороны заходим вот все смена начата я сейчас пойду внутрь и за маской за перчатками за велосипедом ну давай я тебя здесь жду окей хорошо пришел приехал в петербург вот уже два года назад когда мне исполнилось 19 я закончил колледж взял все свои сбережения которые были и вот уехал сюда потому что мне было тесно в маленьком городе я приехал из города из зеленодольск там 100 тысяч населения близко сказанию находится ну и здесь значит приехал поступил по специальности я по специальности а оператор танков шипу ну то есть автоматизация технологических процессов и производств диплом сдал сам сдал его на пять то есть в них специальность но стоило мне устроиться на завод я там не выдержал больше одной смены потому что я прихожу а там все ну вот предпенсионного возраста в умирающая обстановке такой все за станками что-то стоят типа что-то делают я там одну смену отработал и и ушел просто в тот же вечер потом пошел в парк ну и в карантин в баре я больше не мог работать сначала работал в красном и белом но мне в красном и белом как-то не особо потому что я встаю на кассу я пока здоровый с одним типа там еще два человека встают там очереди постоянно были принципе вот устроился доставку работа неплохая сейчас вот сейчас вот значит стараюсь много работать потому что я взял себе ноутбук я вот сейчас вот расплачиваюсь я вы я взял его чтобы учиться потому что я хочу освоить эти специальности и плюс я вместе с этим еще как бы квартиру плачу 12 еще за за комнату я снимаю в комнате в коммуналке так ну что тебе упал заказ уже да да уже спустя минуту вот мне упал заказ я не могу как бы здесь показывать как бы я понял да 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 это все вот мне выдали велосипед там кто стоит на складе они вот его вот так будет сканируют и приложение записывать твой номер и имя но на случай если что-то с велосипедом не там в каком они состоянии выдаются в принципе велосипеды нормальные бывало такое что тебе попадался велик но просто развалюха какая-нибудь да я в таких случаях но он менял его на новый или там еще на еще чего то есть они без проблем дают тебе поменять нас и здесь еще есть штатный человек кто приходит и чинит вот их от лавки к лавке ну то есть они их чинят но и иногда кстати я сталкивался с такими ситуациями что ты вот приходишь на смены велосипедах свободных не велосипедов свободных нет я вот раз десять наверно за несколько месяцев сталкивался ты тогда пишешь в техподдержку тебя или либо тебя отправляют на другую лавку ну то есть там такси тебе вызывают и такси такси тебе даже оплачиваю да там в яндексе они вызывают его и за счет яндекса плачут еще в конце смены нам еще вызывают такси до дома это точно это точно работаешь яндекс еде потому что судя потому что тебе рассказывают это что я снимал там полтора года назад там вообще просто было изменилось многое но минусов здесь не немало короче не меньше чем плюсов да это так что видим что каждый велосипед пронумерован фирма велосипеда стелс не самая плохая то есть это реально не самая плохая фирма велосипеда сейчас я попробую на нем прокатиться и собственно сказать вам о своих впечатлениях так ну что велик на самом деле нормально едет тормоза как ни странно работают передние и задние в целом просто он просто грязный то есть если его помыть он будет выглядеть ну но не как новый но точно прямо в очень хорошем состоянии в принципе все я вот забрал заказ там на столе ты смотришь в номер своего заказа и самом еще на заказе здесь то есть здесь написано номер то есть это как обычный пакет какой-то с продуктами мы не знаем что внутри ну знаем там можно в телеграме посмотреть случае чего но я смотрю просто на номер ну нет не обязательно дали маску маску вам тоже выдают да да нам маску перчатки и салфетки еще спиртовые выдают чтобы мы обрабатывали термосумку и руки это получается сколько сколько при каждом заказе или сколько в день вам там определенное количество выдают в начале смены плюс еще ну сменить ты ее как бы сможешь но спросить типа сможете еще одну дать как бы еще сколько дается времени на выполнение одного заказа среднем два раза меньше чем пеший маршрут навигаторы ну то есть ты на велосипеде успеваешь принципе всегда есть какие-то там прямо ну написано пример у вас есть 10 минут чтобы доставить заказ или такого нету да тогда вот смотри вот к примеру вот мы сейчас на заказ идем я бы джимуза забрал заказ вот второй заказ я тоже забрал вот прибыть клиенту в течение четырех минут вот смотрим на карте вот где это находится навигаторе дается ну то есть вот 6 минут отсюда но вот в течение четырех минут мы должны уже прибыть клиент 6 минут пешком ну типа а4 реально доехать на велосипеде а есть люди которые например там работает в лавке которые не умеют ездить на велосипеде ну да вот у нас были вот но как сказать тоже пусть можно так назвать вот они проходили они не умели кататься на велосипеде ну то есть обучение у нас нет мы ну вот сможешь доставить значит доставлю расскажи немножко про своих родителей как они отреагировали на то что ты вот уехал в питер в 19 лет папа уже не стала с нами так что ему об этом не успел сказать так скажем но еще типа они были в разводе с мамы ну мама недовольна да потому что потому что где я работаю вот спустя два года но я вот пока что вот стараюсь найти себе конечно нормально какую-то нормальную хорошую работу арует вообще велосипеды яндекс лавке аруют я слышал как мимо у двоих кто-то сперлил спятый что в этом случае в таком случае его списывают курьера потому курьер виноват нужно как бы пристегивать нужно смотреть тебя он пристегнул и все равно украли а в таком случае уже будет разбираться служит конечно в принципе я не знаю что в таком ситуации в том месте типа была ситуация человек оставил велосипед на замке и кто-то пришел и с ключом короче пришел типа открыл его и спер видимо кто-то из курьеров кто дубликат сделаю уволился если честно не вдавался подробности но с курьера не списывали но потому что типа он сделал как как правило типа да как нужно ваш расскажи что вы делаете с продуктами у которых ну либо там истек срок годности либо подходит конце смены я смотрел как кладочки наши с коробками с такими выходят у того у чего остался день либо они испортились они в конце смены вот таких коробках относят вот сюда но типа у всего есть как бы и негативные последствия потому что потому что здесь очень много бесплатный так что поэтому мы хотелось бы чтобы она чуть подальше располагалась но вот это уже вопросы к арендатору то есть короче ребят что вы понимали это просто ну мы находимся в центре питера ну вот это двор питера и прямо во дворе лежит спит человек вот там вот яндекс лавка тут горелая стена спит человек две мусорки вонь просто адская на самом деле и но очень странно что это все вот вот так вот выглядит в питере ну вот чтобы вы понимали какой питер на самом деле в центре и какие здесь вот дворы почему-то заказ сейчас школу то есть короче яндекс лавка доставляет не просто как бы людям да в плане до квартиры но еще в какие-то там социальные ты и бизнес-центр мы доставляем и на стройках про съездил но настолько больше не поеду то есть сейчас как вот в период пандемии вы типа в руки не отдаете да мы делаем бесконтактную доставку ну вот к примеру вот из ставишь сумку вытаскивать заказ оставляешь и возьмите пожалуйста то есть руки мы не отдаем можно на самом деле потому что домах вот где нет лифта и ты на пятый этаж в маске вот в этой ты идешь ты задыхаешься так в принципе оправданная мерная потому что ну все-таки риск большой так ну что у нас еще один заказ и сейчас почти час дня мы сделали четыре заказа два тебе еще капнуло сейчас да и то есть они прямо очень-очень быстро идут прям ну это реально то есть очень трудно у тебя бывает вообще этом перерывы или какие-то там я вот сейчас я встречу с клиентом и я смогу об этом рассказать сейчас просто человек уже ждет и работаем если у тебя смена 6 часовая то ты можешь как бы взять паузу в 20 минут ну то есть там на обед там может быть магазин зайти но скажу так не всегда это выходит сделать вот предположим вот воскресенье вот я работал 6 до 12 и были просто весь вечер заказы 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 и не было вот этого момента где у тебя нет активного заказа чтобы это просто на паузу поставил и ты так вот всю смену ты можешь даже не поесть потому что ну потому что вот так вот у тебя сейчас какой-то заказ до ехать 23 минуты на велосипеде здесь пишется пешком но в таймере в таймере вот сейчас сделаю вот допустим в таймер мне пишется вот в течение 12 минут нужно прибыть сколько по карте ехать он тебе показывает пишет вот пешком что двадцать три минуты вот 1 9 километров то есть ну то есть два километра на велике нормально можно доехать на такие дальние заказы к сожалению с пашей не езжу потому что просто нету велосипеда но на ближайшие друзья я с ним хожу и смотрю собственно как происходит доставка продуктов из яндекс лавки есть такой неочевидный плюс еще в работе яндекс доставки там в принципе еды и лавки в том что ты можешь посмотреть и попасть в крутые питерские парадки иногда крутые вот на загородном там просто великолепные парадные там то есть старая отделка такая а где-то вот где-то ты влезаешь в место где где пахнет подвалом я даже ну вот даже здесь красиво а как тут по трудоустройству вообще то есть вот кстати мы не работаем здесь мы не работники мы индивидуальные предприниматели так можно сказать на велосипедах катаемся кто-то скажет типа то что это здорово звучит но как бы вот я вот зарегистрирован в налоговой то есть вот мне в налоговую все приходит вот это сейчас у нас катик каникулы налоговые нам правительство в карантин сделал типа самозаняты да да нету договора нету профсоюза ну скажем так нас могут уволить любой момент потому что трудовой кодекс не распространяется на это плюс штрафы вот эти это незаконно но как бы юридическая лазейка может сказать то что мы не работники плюс отчисление в пенсионный мы можем его самостоятельно настроить с прихода в налоговый но компания не отчисляет налоговые по поводу больничных там что-то есть на самом деле но но и я не успел еще этим воспользоваться ну короче ты типа чувак который работает сам на себя при этом ты не защищен там условно там да вообще от всего у тебя нету не больничного там там непонятно как там отчисление платится и момент просто взять и сказать ну мы вас вот типа отключаем от сервиса ну то есть я конечно знаешь что вот эта временная работа как бы это все но я не видел ни одного человека кто такой я хотел бы стать курьером такой 8 лет стоит маленький где-то как стали но даже здесь хотелось бы какой-то защиты хотя бы чудо но чего из октября 392 рубля да здесь есть еще зарплата вот то есть где вот здесь включить ну вот так пример вот у нас что услуги по продвижению сервиса яндекс еда за период вот я заработал 12 кто-то накидал то есть 15 тысяч в неделю у тебя прям получается смело да да но я со старой ставкой потому что те кто устраивается и сейчас они километр получают не 45 рублей а 15 рублей то есть у них зарплата но можно смело отнимать 25 процентов где-то так ну то есть все не так радужно как хотелось бы я пускай к ребятам получается в неделю о ну смотри кто как работает ну вот на самом деле 12 можно сделать на старой ставки но это надо будет дней 56 работать без остановки 10 часов может ну что пока паша отвозит свой очередной заказ я сижу здесь около кафешки жду его и готов готов в конце сегодняшнего дня прокачать его жизнь обязательно поддержите меня лайком потому что эта прокачка будет особенно она будет отличаться всех прокачек которые я делаю себя на канале поэтому друзья обязательно обязательно поддержите меня и все увидите в конце ролика так ну что у нас по времени 1822 да ты только что приехал да я же сколько ты заказов сегодня сделал сколько получил денег ну короче 2 подытожим просто я сделал 21 заказ в среднем среднем это будет где-то 2200 плюс мне еще я смотрел в приложении мне оставили еще год в 1725 мне еще 50 рублей вот и вы оставили вот слушай я тебе хочу сказать что ну понятно что работа тяжелая типа ты реально едешь на велике много новых километров до сюда но в целом 2000 за день знаешь это нормально потому что например ребята там на еде да на доставке там за целый день получает косарь теперь нам и изменили оплату и в целом но в целом это как бы неплохая подработка если здоровье позволяет если нужны тип как бы деньги в течение какого-то периода времени но потому что ты не сможешь два года вот работ в доставке но ты будешь очень уставать так в принципе неплохая штука успеваешь еще чем-то интересоваться либо же как в моей ситуации сейчас много работы но расплачивать по долгам там еще еще куда-то сегодняшний день у тебя закончен но вот не знаю смотрел ли ты мой канал до этого или нет вот но у меня для тебя кое-что есть такая прокачка которая не ну чё я буду говорить я сейчас тебе покажу открывай это было не неожиданно то что я смотрел но как бы я просто хотел рассказать открывай да вот это пустой лист не знаю смотрел ли ты фильм ночной дозор но чтобы на этом листе что-то появилось не хватает недостающего элемента это этот марка на этом листе я хочу чтобы ты написал то чего бы ты хотел больше всего это на самом деле сложный вопрос хотел бы наверно счастье я предлагаю тебе хорошенько подумать потому что ну типа можно получить удочку а можно сразу получить рыбу поэтому подумай хорошенько чтобы ты хотел и напиши на этом листе ну что есть какие мысли у тебя только не озвучивая их обязательно только сразу же пиши ну наверно вот это главное вообще то что хорошо хорошенько подумай потому что наверно вот это главное чего бы я хотел сейчас это мне можно это показывать это хороший возможно еще хороший почерк мне бы тоже не что там на лиде не помешал там написано хорошая речь просто вот это это как главная моя проблема как ну что на самом деле это мне кажется правильное решение потому что мы реально найдем врача реально пойдем проверим вообще поймем что с тобой что с тобой не так ну вот и поймем хотя бы может быть типа это легко вот так исправить потому что но это не такая проблема знаешь чтобы там не знаю там месяц лежать в больнице да может быть там нужно там сходить к психологу или там по принимать какие-то таблетки может быть это там вообще за неделю решается я не знаю как это все делается но в этом в этом случае мы как раз таки все узнаем и я думаю что всем будет интересно посмотреть твою трансформацию спустя там неделю или месяц поэтому жизнь на прокачку продолжает я бы тоже с удивлением взглянул на такой формат блин это было неожиданно на самом деле давайте наберем большое количество просмотров будем все вместе смотреть нам наблюдать готовят трансформацию до вместе со мной спасибо тебе за сегодняшний день спасибо что написал мне было интересно сегодня посмотреть как все устроено провести с тобой вот этот рабочий день спасибо спасибо что снял мне хотелось как бы я просто смотрел старое видео по яндекс мне хотелось бы рассказать как вот она сейчас вот есть и и как я вообще живу возможно один рабочий день жизнь на прокачку 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 жизнь на прокачку